всем привет мы в германии на автобане автомагистраль сейчас я вам покажу какие просто наугад я заехал сюда и чисто наугад сейчас покажу какие здесь как они раз что это как я не знаю как по-русски короче да вот но это такие остановки где туалет о самолет летит плохо видно вот я вам покажу какие здесь остановки туалеты на автобанах вот так вот машины ездит тут тут стройка поэтому сейчас а немедленно еду так вообще как пуля проносятся так как германии ограничений очень мало и это самый кайф германии самые классные дороги сколько ехал в хорватии там в польше еще где-то в германии сама классно ехать почему-то мне нравится сама быстро можно ехать а вот знаки очень удобные в германии и так далее а вот это походу более-менее новая такая такой раз что это для грузовиков вот здесь бетонные платы это для грузовиков это если вы заехали вы сразу можете мимо проехать или там останавливаться вы если вы в грузовик то можете здесь останавливаться где грузовики все ну вот видите это для грузовиков бетонная такая вот фигня короче а там асфальт вот так вот и вот здесь также чуть-чуть там дальше проезжаете и можно сюда заезжать сейчас я даже покажу какие туалеты здесь как они работают и так далее вот так туалеты короче здесь тут а для для этих для бегиндер то есть здесь свет везде горит написано где занято и где не занято давайте зайдем для бегиндертов это для больных как бы да здесь можно и девочкам и мальчикам и больным давайте посмотрим какие туалеты здесь вот видите как здесь выглядит вот так пищуаров здесь нету здесь специально для колясочников вот она тут опускается короче а поднимается опускается вот такая вот вся фигня туалетная бумага тут чё я даже не знаю здесь еще я не знаю что туда пихают неужели туалетную бумагу то кидают фу непонятно так и руками трогал смотрите теперь здесь мыло нажимаете вот и мыло капает видите вот она вот она течет мыло потом здесь нажимаете водичка бежит вот так можете вы и сразу сушилка она теплый воздух дует выдувает теплый воздух и сушит руки сушилка конечно никчемная вот в принципе эти туалеты ничем не отличаются кроме как унитаз и это там где пищуары пищуар и это а здесь еще и для колясочников да вот выходите тоже когда вы заходите красная лампочка там горит с улицы и видно что занята а здесь выходите нажимаете и все вот и загорелась красная лампочка вот так вот такие вот тубзики здесь в туалетах тубзики скажем не чистые там где пищуар я заходил там где пищуар грязно очень суд мимо и так далее ну это скажем так человеческий фактор да вот а так в принципе очень классно все сделано на многих автобанах если вы на там на заправке останавливаетесь то вам надо платить 75 центов если я не ошибаюсь вот 75 копеек если вы что-то покупаете то вы получаете 50 копеек обратно вы получается только платите 25 копеек за туалет а вот и туалеты иногда даже грязнее даже вы платите и там грязнее чем в этих где вам не надо платить вот эти вот сзади вот такие вот дела ребятки так что очень разные не всегда где платишь будет будут туалеты чистые я например был в россии не помню в каких туалетах где-то на вокзале что ли и там деньги это стоило ну там сразу пошел типа пописал покакал сразу там бабушка какая-то работает или чё она сразу за тобой идет и убирает там да германии нет ты там зашел там пописал покакала кто-нибудь там кто мимо может как когда такие уроды бывают которые не могут попасть в туалет а вот и там даже иногда вот это вот в говне все есть такие у туалеты которые автоматически чистят да они чистятся автоматически но если за ними не смотреть их тоже обгадят обосрут и они даже не вычищаются она как бы крутится там но она в говне в говне крутится и все ты туда не сядешь никогда может быть только если стоя что ли или так знаешь ну туда никак не сядешь это нереально туда сесть потому что там замазано говном а вы еще за этот туалет платите 75 копеек вот так центов да это почти 1 евро получишь назад если ты там купишь там кофе или еще что-нибудь там и так далее тогда ты получишь это обратно заправка не считается может и считается не знаю насколько я знаю не считается вот такая вот остановка на автобане я не знаю как она называется раз пляс раз что это или как она и не знаю даже по-русски когда буду видео заливать назову уже правильно это видео все ребятки всем пока остановка классная германия классная все нормально только есть такой гнилой человеческий фактор и все где-то и россия классная с одной стороны да есть свои плюсы свои минусы и германии в россии доверять можно здесь людям в россии очень мало можно доверять россии я так скажу россия хороша тем что она большая вот чем она хороша что она большая и там мало людей это тоже хорошо потому что нету такой такого дефицита места до можете просто набрать и уезжать на свою землю покупать землю пахать сеять жить на ней выращивать еду и так далее здесь это очень трудно здесь это почти недоступно и не выгодно здесь даже если доступно даже если купишь эту грёбаную землю у тебя некогда у тебя не будет времени за ней ухаживать что-то делать потому что вам надо идти на работу зарабатывать деньги платить за батарею платить за машину платить всякие налоги и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла короче а если у вас еще жена есть то вообще пиздейшн вы попадаете а если еще и дети тогда вообще капец короче вы тогда просто обречены работать просто обречены на работу вы просто функция вы раб вы просто обязаны с утра до вечера проработать, приходить домой, отдыхать и завтра опять на работу. И один раз в год какой-нибудь дяденька, который катается на Феррари и трахает детишек, он вам даст разрешение, отпустит вас в отпуск, он вас отпустит, понимаете? Он вас отпустит и скажет, ладно, я разрешаю тебе отдохнуть 3 недельки, но с такого-то до такого-то, и если он не захочет вам разрешить с какого датума, с какого числа вы хотите, тогда вы обламываетесь, вы должны работать. А если вас не устраивает то, что он вам сказал, тогда вы идете нафиг, и он вас увольняет. Вот так. Все очень просто и легко, вы просто раб. Можно и уволиться, можно и что хочешь сделать, да, согласен, но если вы взяли в кредит дом, в кредит машину для того, чтобы удовлетворять вашу жену, детей и так далее, тогда вы раб. Тогда вы уже превращаетесь не в мужчину, вы превращаетесь в раба. Это не унижение, что я говорю не мужчину, но это какое-то, это связывание рук, связывание рук. Вы связывайте себе руки, у вас нет больше доступа к свободе. Ладно, не буду вас грузить, ребятки. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok